В общем объеме отведенного времени вы занимаетесь 40%. Это первое. Теперь второе. По тем вложенным средствам, которые были вложены якобы в пекарню, еще надо разобраться, какой эффект имело вложение этих средств, и куда эти средства расходились. Потому что у меня есть информация о том, что после того, как ремонтировали эти печи, понимаете, меняли там тенды. На пекарне был пожар, связанный с тем, что их не качественно... Кто в этом виноват? Директор отвечает за технику безопасности. Давайте мы возьмем тогда служебные обязанности, главного инженера, директора. И расставемся в сервисе. Еще один вопрос. Я всегда задавал вопрос директору. Пекарне Николая Святуванова. Рекарне экономическое пекарне. 35%. Уже мне дали слово. Пожалуйста, не кричите друг на друга. Вы пришли перекричать сюда или о чем-то поговорить нормально? Я задаю этот вопрос и отвечаю на них. Ну так вы не отвечаете, кричите друг на друга, как на то да. Ну, в отличие от остальных, я немножко взял цифр, только как на прямой эфир, так и сюда я взял. Ну, хочу начать правильно сказать, что мы не готовы обсуждать этот вопрос. Ну, и сама суть вопроса, почему это надо работать. Я попытаюсь сейчас рассказать в видении то, что мы видели в прошлой каденции, и то, к чему мы пришли сейчас. Значит, чему, начну с того, что вот задают вопросы письме. Чему не было поражено протеста, что КП Южной Капи. В пекарне, в Полянысе, вот, планируется прорезать фонду коммунистов. Ну, в каком смысле не было информировано? Что, директор предприятия не знал, что вы наносите вопрос на сессию? Да, директор предприятия заявлял неоднократно, в том числе и есть видеоматериалы по тому поводу, что он не знает о том, что он не знал до начала сессии о том, что на сессии будут рассматриваться этот вопрос. Более того, если вы говорите на сегодняшний день о том, что мы не готовы обсуждать этот вопрос, как тогда 6-го числа приняли? Это, по крайней мере, неправда, потому что на комиссию директора КП Южной Капи приглашают. Что стало причиной допринятия цегуришения? Ну, как я вижу, я просто выскажусь и потом не надо уходить. Значит, в первую очередь я уже в этом говорил. Падение производства. Вот у меня есть цифры, которые отдал экономический отдел. Падение производства порядка 40%. Значит, убыточность в прошлом году, я уже это говорил, еще раз повторю. Значит, за первые 3 месяца составило минус 61 тысячу, за 6 месяцев минус 150 тысяч. Вот потом за 9 месяцев уточнились, потому что на период эфира, когда я говорил, мне эту цифру не дали, на период за 9 месяцев они уже вышли за счет 3-го периода на плюс 13. Но самое главное даже не это. Значит, в прошлую каденцию мы этот вопрос рассматривали. Рассматривали вопрос и принимали политические решения. Значит, в прошлую каденцию пытались пекарню выкупить, как я говорил тогда, обмануть украстью города. Всякими, всякими левыми, так сказать, путями некрасивыми, ненужными, под прикрытием коллектива, заходили к нам с таким предложением. Давайте мы выкупим пекарню. Давайте говорить конкретно, кто заходил. Давайте говорить, кто заходил. Директор предприятия. Фамилию назовите. Ну, фамилию назовите. Шумилия... 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 Даже в данном случае преподносилась нам с красивым прикрытием, что это коллективу. Я говорю, мы уже отдали автовокзал, отдали один универмаг, один торговый центр коллективу. Чем закончилось, все знают. Поэтому Поляныца будет работать либо будет приватизирована и продана на нормальных условиях, как это принято в цивилизованном мире, на аукционе, либо в каких-то других условиях, которые будут установлены. Поэтому тогда было принято политическое решение Поляныцу не продавать, но готовить ее к приватизации. То есть мы заранее понимали, что мы Поляныцу будем продавать только на конкурсной основе. Поэтому вот так вот тогда было принято решение. Поставили одного директора. Я уже говорил, что да, Поляныца на тот момент нужно вкладывать большие средства для того, чтобы она стала рентаментом, для того, чтобы качество продукции соответствовало тем требованиям, которые предъявляют город. Поляныца не заработала. То есть, смотрите, один директор не справился, второй директор не потянул. Немножко лучше работал, но не потянул. В итоге, я отвечаю на вопрос, причина почему? Причина потому, что падает объем производства, что убыточное предприятие в течение двух кварталов, в течение года так цифру не предоставили, я не получил, честно говоря, до конца. Это за 9 месяцев. Это за 9 месяцев. Поэтому, причина, нормальный хозяин, что же происходит на коммунальном предприятии. И пытается понять, разобраться в первую очередь. А для того, чтобы понять, нужно собрать информацию, понимаете, чтобы какие-то предпринимать решения. При всем уважении, чтобы понять ситуацию на предприятии, нужно сделать аудит. Недостаточно взять с листа или с какой-то отчетности, выдернуть пару цифр. Ну хорошо, хорошо. Сказать, что я не работаю. Это цифры со всеми. Ну, опять передевайте. Сколько можно? У меня осталось буквально одну минуту говорить. Для того, чтобы предпринимать какие-то действия, нужно получить изначальную информацию. Да, пусть это будет аудит, правильно. И вот надо назначать, что это аудит. Но прежде чем назначим аудит, истолковый решил забраться сам. Назначает комиссию, что в этом плохого. Недостаточно комиссии, давайте назначим аудит. Но причина этого, потому что предприятие не работает рентабельно. Вот и вся причина. Я еще добавлю. Как раз только в день, в день, когда вопрос, встал вопрос о разрешении приватизации пекарни. Мы проголосовали за. Я, кстати, голосовал тогда против, только послушай приватизации. Потому что мне было непонятно, как она будет приватизирована. То, что я сказал, и так далее. До этого я был в пекарни и с людьми разговаривал, и с руководством. И то, что мне говорили все директора, которые были, что пекарня зажата своим месторасположением. Что пекарня должна эффективно работать, если работает от зерна. Что есть проблемы с подвозом муки, с муковозами. Что есть много жалоб, обращений граждан. Шум с утра, запах и так далее. Что ее, в принципе, нужно переносить поближе к подстанции. Опять же, это 10-киловольтные кабели падения напряжения и все такое. Это сейчас с ростом электроэнергии. Я для себя тогда понял, что пекарню нужно переносить поближе к нашему промзону. Поближе к электрическим сетям. Это очень важно для такого производства энергоемкого. И чтобы был комплекс цельный, начиная от зерна. Каким образом это будет сделано, это уже следующий вопрос. Но так как четкого понимания на тот момент не было, как это сделать правильно. Для того, чтобы сохранить людей и сохранить этот рынок, который у нас есть. Тогда было принято решение поддерживать, помогать и попробовать поменять директора. И как-то помочь пекарню. С 2014 года было вложено 2 млн 44 тыс. Причем есть даже прямые программы «Хлеб Южный» финансовая петрынка. Прямые денежные вложения. Вот эти все вещи есть. Это все можно проследить, проверить. Потом у нас есть, и до этого мы его имели. То есть есть, допустим, рекональность финансового плана за 3 квартал 2016 года. Где написано, что 13 тыс. прибыль сдается. При этом написано коммунальное прибыль. Сейчас я потратил. Объем реализации за 3 квартал 2016 года у девочек цены склада. 8 тыс. Что на 6,3 больше, чем за этот период 2015 года. Выравниваем за летний период 540 сеней 3 тонны хлеба для оболочных выручных. Рекональнее плана по киркесному показнику на 44,5 процента. Виклика на риск возрастания вартости сировины. Зменьшение купительной спроможности мешканцев Миска и Пролепросил. Практические витрати 6 тыс. грн. на 1 процент выше плановых. Собливаемость реализации продуктов выросла на 1,7 процента. Так. Адміністративная. Вот такое не дуже важно. А важно вот что. Збільшение витрат на сбок на 84,3 процента в сравнении с плановыми показниками 16-го року до планов 15-го на 84,3 процента. Остановить 937 тыс. грн. при 551 тыс. плановых. За рахунок подвищения цены на транспортувание, подвищение заработной платы и упаковку. Теперь же экономическая ситуация в стране негативно впливает на работу предприятий. Подвищение цены на сыроленую электроэнергию. За товары на 53-й квартал удаление 180 тыс. И, шаботочная кредиторская заторгована, вкладая 193 тыс. грн. На данный момент мы с вами уже говорили не тост. Что это вы читаете? Отчёты. 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 Генкин. Грюксиско. Ладно, бухгалтер. За какой период? У меня это за третий квартал 16-го. За третий квартал 16-го. Мы до этого заслушали Евгения Николаевича, который сказал, что на сегодняшний момент пока не правильно я говорю или нет. Я трактую как бы высказанное вами ранее, чтобы никто не сказал, что я это перекрутил. На сегодняшний день ему надо для того, чтобы дискутировать в полном объёме о состоянии её на пекарне. У нас закончила работа вентаризационная комиссия. Правильно, Евгений Николаевич? Правильно, конечно. Я предлагаю вариант не проводить свою комиссию, закончить вентаризацию, закончить аудит 16-го года. 16-го года и по результатам... Давайте, если позвольте, я продолжу. Я поддерживаю это предложение. Почему? Потому что оно правильно. Единственное, что непонятно, почему, если будет только через три дня, почему 6-го 01-го депутатский корпус, основываясь на чём, принимал решение о передаче в аренду. Вот это мне непонятно. Потом, мне ещё непонятен следующий вопрос. Почему я акцентировал внимание господина Гречкина на первом директоре пекарни Регневского? Знаете почему? Потому что этот человек уволился, и к нему не было никаких претензий со стороны исполнительной власти. Да ладно. Никаких. Никаких. Хорошо, на секундочку. Полтать я с ником. Где тогда, после его увольнения, аудиторская проверка, публикация её, и замечание к нему как к руководителю? Где вы? Правоохранительных органов. Правоохранительных органов? Да. Соответствующая градость описалась полкова? Правоохранительных органов. О том, что он нарушил, о его нарушениях, о его употреблениях как руководителя. Николай. Хорошо. Давай. Двигай. Хорошо. Двигаем всё дальше. Вадим, вот всё, что вы сказали по пекарню, всё, что вы сказали по пекарню, что она нуждается якобы в переносе и так далее. Поверьте мне, когда она первые годы работала, после того, как Иванов её передал, на новом оборудовании и так далее, она ни в чём не нуждалась. И это признают все. И Роман Васильевич начинал свои слова в интервью, и он сказал, что мы хлеб, и это правда, чистой воды, что мы хлеб возили в Одессу знакомым, а не просили... Николай Николаевич. Это имеет... Это говорит о том, что пекарня находится на своём месте, просто пекарней нужно было заниматься, заниматься модернизацией средств. Николай Николаевич. Складывать туда деньги. Ты хочешь быть директором? Складывать туда деньги. Николай Николаевич, ты скажи, я хочу вас директор. Ты можешь быть директором? Ты можешь быть директором? Я вам сейчас скажу следующее. Ты можешь быть директором? Я могу на себе взять такую ответственность. А хочешь и можешь, это две большие разницы. Понимаете? Если не можешь, это две большие разницы. Это две большие разницы. Послушайте меня, чтобы вы потом не говорили, что Мураски только у вас кредиткует, у него есть только замечания. Причём здесь приедет? Причём здесь приедет? Причём здесь приедет? Николай Николаевич. Вы кого здесь, извините? Вот помимо замечаний, если вас интересует этот вопрос, помимо замечаний, я вам скажу, как есть. Да, я могу, если коллектив выразить такое желание, они мои будут желать. Я могу у вас гладить объяснять и навести его до ума. В отличие от вас, вы 20 лет довели его до этого. У нас в порядке. У нас в порядке, у нас в порядке еще два. В порядке еще два. Ну, у нас в порядке, я, я буквально... Уважаемые друзья, я, я, я... У меня не таки. Юрий Николаевич, уважаемый депутат, я не понял, что одна ситуация, она может быть севасовская. Как так? Сейчас в пекарне работает только против, который я работал раньше. 80%. То есть тот же коллектив, который работал раньше, который создавал хлеб, лучший хлеб не только в Одесской области и в Украине, а и в Украине, этот же коллектив работает и сегодня. Те же пекари, те же технологии, 80% того же коллектива. То есть если был тот коллектив и вымекал прекрасный хлеб, а сейчас остался этот же коллектив и этот хлеб не соответствует никаким нормативам, это я вам отвечаю за свои слова, то неверная проблема не в коллективе, Проблема не в коллективе, не в коллективе пекарни, а проблема в том, кто ее возглавлял. А раз, а я, будучи руководителем на протяжении 40 лет, я могу с полной ответственностью сказать о том, что пекарню угробили руководители пекарни. И коллектив здесь ни при чем. Они как были прекрасным коллективом, они так и сегодня остаются прекрасным коллективом. А пекарню из года в год робили руководители. А мы каким-то образом... А что означало руководителей пекарни? А мы в свое время депутаты назначали. Не депутаты. А мы в свое время как депутаты, даже кто не имеет значения как депутаты. Но мы депутаты со стороны сидели и наблюдали, как пекарня тонет. Вот мы пришли к этому сейчас, к этому моменту. Но коллективу пекарни к этому не имеет, я имею ввиду, в плохом плане. Не имеет никакого отношения. Там прекрасный коллектив. И этому коллективу надо просто помочь. Потому что говорил господин Игрещин. Депутаты принимали меры, почему? Даже разрабатывали план мероприятий. Правильно я вас понимаю? В предыдущем разобретении? А... Этот план работает. Он приносит конкретные результаты. А руководителем нормальных импиаде включается раской головой. Несет за них ответственность. Я попытаюсь спросить. Как-то, если и за нами обязанностей, голосует господин Играду, чтобы ответить на работу поднижение. Я скажу не как депутат, а скажу как просто жить им буром. Потому что то, что мы сейчас вдруг судим, решаем, потом каждому из депутатов надо будет людям рассказывать. Вот я любой вопрос, который сюда выносится, провоцирую сразу на ту сцену, когда я подхожу к своему подъезду. Меня ловят бабушки и говорят. Михалович, объясни, что вот это вот такое? Вот меня сегодня спросят на лавочке бабушки. Михалович, а ты расскажи, что у нас с поляныцей случилось? А что у нас с поляныцей случилось? Какие проблемы на сегодняшний день имеет поляныцей? Вот почему сегодня, именно сейчас мы начинаем говорить о проблемах поляныцей? О болезни поляныцей. Зачем? Что случилось? Что случилось? Ничего не случилось. В проблеме этой уже далеко не один день. И даже присутствующие депутаты. А почему мы его поднимаем? Надо работать. Надо работать. И помогать поляныцей. Во-первых, руководство, если это руководство не справляется, и исполнительная ситуация. Я не дискуссирую, я расшазываю свою гражданскую позицию. Мы говорили о приватизации. Давайте приватизируем, давайте приватизируем. Были якобы желающие приватизировать, но не получилось. Первое, что нужно сделать перед тем, как приватизировать, надо условия приватизации почитать. Чтоб каждый гражданин города, каждый работник поляныцей, каждый депутат понимал, для чего, что поимеет город, что поимеет конкретно каждый житель при приватизации. Аналогично, никаких разговоров об аренде быть не может, пока не будут понятны условия приватизации. Пока не появятся условия аренды. Потому что вы же понимаете, что такое собственный коммунальное хозяйство. или арендатор, который придет не обремененный ни чистой зарплатой, ни социальными льготами и так далее, и так далее. Кому по барабану будет, по какой цене в Южном бюджетный хлеб для самых нищих. И мы ему, к сожалению, помочь не сможем. Вот на сегодняшний день, там из двух миллионов, 300 тысяч это только понижение цены бюджетного хлеба. А завтра что мы будем рассказывать? Мы скажем, что там арендатор делает все собой. В том числе и людям платят зарплату, извините, половину в конвертах. Поэтому я категорически против до появления тех условий, на которых мы будем... Решение мы рассчитываем. Коду коммунального майна Южно-Скранительской Рады. Разрубить умов и аренду комплексу, что растошло нужды и не впечатляло дома, а подать его на заплату. А подать его на заплату. Кому? Нельзя прямо отдать в аренду без условий. А зачем в аренду отдавать? Зачем? Мы вам объяснили снижение объема производства, ухудшение условий труда. Все, естественно, присутствующие депутаты вводили не один раз. Проблема, но предприятие есть. Были... Конечно, есть. А вы уверены, что в нашей стране сегодня хлеб едят в том же количестве населения, которое и делало его вчера? Даже больше едят, потому что мясо осталось. Да нет. Вопрос. Вопрос. Волосование 6 января. Господин Игоревичин, за. За. За передачу объекта в аренду. За. 19 человек. В аренду передавать. Подожди. 15. За. Волосовал товарищ Игоревичин. 15. 15. Тихо. Ничего утреного нету. На сессии властеского вопроса. Утверждается программа... Коля. Николай Николаевич. Николай Николаевич. Да. Не будешь ты директором, если б не будешь себя ввести. Нормально. Я вас умоляю. Николай Николаевич. Не заостряйте на это внимание. Кто кем будет, покажет. Следующий вопрос. В 15-м году, когда он обносил Икарь в план приватизации, 15 декабря, с 24 депутата только Сандюк было против. Все голосовали за. В том числе и господин Игоревич. Давайте мы как-то будем строить свою позицию, свои выступления. Но появившиеся обстоятельства нас интересуют. Может еще какие-то моменты. Мы голосуем месяц назад на сессии всей единогласной передачи в аренду. Появляется после этого распоряжение мэра. Готовится, соответствующее управление готовит для того, чтобы писать условия аренды. Значит, должно быть принято решение, намерение. Соответствующее принятое. Горя. Давайте, давайте. Я вам выставлю сейчас как коллега. Давайте. Что ты не выскажешь? А потом вообще, я пришел слушать ваш монолог или что. Я не понимаю. Я пришел слушать ваш монолог. Здесь на секундочку должен быть председатель комиссии. Председатель комиссии, господин Назаренко. Следит влево от вас. Не надо перехватывать у него, пожалуйста. Пусть он дает слово людям. Мы будем искать. А по моему коллеге Игричину я скажу следующее. Послушайте. Я с ним во многих вещах не согласен. Но то, как вы подходите к подготовке сессии, собирая депутатов экстренно, обсуждая на комиссиях бегом-бегом по 90 вопросов, не мудрено, что человек проголосовал, не понимая толком за что он голосовал. Вот так вот. И теперь с удовольствием отозвал свой голос, когда понял, что на самом деле это голосование было неправильно. И очень хорошо, что человек понял, и несмотря на то, что он голосовал ранее за, не пытается сохранить свое лицо, а пытается сделать то, что он должен сделать, уважающийся честящий Алексей. Признать ошибку. Правильно или нет? Чехов из наших, как говорили, о визнических войнах, российскими национальности, 40 вопросов. А вы пекаете еще раз, а потом разговоры. Сначала условия, а потом... А потом будем говорить... Подождите. О чем говорите? О том, на каких условиях мы будем отдавать наше добро. Смотрите, Петал Роман, мы дали согласие на разрабатывание условий. Фонд Комендарного Майна начал с нашего разрешения разработку условий. Кроме того, было написано 18-го письмо. 18 числа, вы знаете про это место? Письмо на пекарню с просьбой предоставить свои предложения по условиям аренды. Знаете, что спрашивает Фонд Комендарного Майна про ваши предложения, которые надо получить? Мы сегодня в 11 часов дня получаем письмо, находясь на работе. Вот это письмо? Нет, это неправда. Сегодня я вам говорю от своего лица. Сегодня в цех заходит Оксана Васильевна, показывает, дает нам это письмо и говорит, чтобы почитать дня. Я с вами там не буду. А почему? Мы пришли буквально на руках. Почему? Я уже не директор. Решайте сами. Ситуация такова на пекарне. У нас там нет. У нас там нет. Так ответ на него что хотите? Я спросила. Я спросила наших зрителей. Зачем тебе зачитаю это письмо. Смотри. Было письмо. Ситуация 1.30. 31.31.1.32.1.19.17.17%. От фонда коммайна с просьбой додати пропозиции до умов аренды от коллектива. Ответ. Тимкив Оксана Васильевна, пропозиции, что до умов аренды комплекса магазина пекарни отсутны на представе того, что коллектив заперечивает передачу комплекса магазина пекарни с экспресс-кафе в аренду. Вы могли любые ваши условия аренды предложить. Если бы вам не отказали, то мы отказали. Сегодня было вручено второе письмо, потому что мы обращаемся к коллективу, чтобы вы присутствовали. Она вам его довела до вашего ведомства, всех присутствующих. Отцена отказалась по своим причинам и пригласила к коллективу. Это письмо ее присутствие, а не вот это я верю. Вот за это письмо я говорю, да она вас отбанула просто. Мы вас приглашали, это письмо последнее, буду с вами блоге раньше сегодня, трошки раньше вам сказать, что мы вас приглашаем сегодня на... Мы не хотим сказать как коллектив, что у нас очень мало времени, мы хотим собраться еще со своим коллективом, так как за два часа мы никого не соберем, люди с ночи спят и это, хотя бы дня четыре обсудить с коллективом. Когда по митингу, я на митинге группы связал, что мы собираемся, какого-то числа, корресии, мы вас приглашаем, после этого мы сообщили с Оксаней Васильевичем, что просим задиспечить. СМИ сказали несколько раз. Ну вы же сегодня в очередной школе, что он полноценный раз планирует. Сколько если вы пришли? Мне на сколько? На три или четыре дня. Коллективу тоже, на четыре дня. Горя, тогда сейчас мы будем упражнять, если у вас... Вот сейчас такая ситуация. Мы сейчас говорим ни о чем, сейчас. Не о чем даже, да? Вот сейчас такая ситуация, коллектив обезглавлен. Да. А вы что, уволили? Уже все, она говорит, все. Я вам очень не директно. Попишите сами. У нас нет сырья. Это получается, что мы не делаем участие. Ночью не останавливается. Сырья у вас не может не быть. Мы вентализировали оскарки, у вас сырья еще ноги не делали. Силосы полные. На одной неделе? Окей, вы хозяин? Ага, соль, дрожжи, масло, все. Мука, соль, дрожжи. О каком качестве их нужно разговаривать? Ну там все было тоже. Так что у вас... Прошел в руководство. Прошел в магазин и покупали. Лучше прошел в процент, которые работают и знают, что о чем идет речь. Понимаете, чему будет лучше. Кто гадает, что есть, чего нет. Да, есть яйца. Сахара у нас нет. Нет, Наталья, вы уже дешевле. Два, дешевле. Пошел покупать ВТП. Мы спрашиваем, Оксана Васильевна, что надо делать? Как нам работать? Кто должен закупать сырье? Нам работать или останавливаться? Звезд на директор. Все. Нам был ответ. А я уже не директор. Это сегодня? Это было сегодня. В 11 часов дня. У нас действительно не директор. Она сегодня действительно не директор. Сегодня еще не директор. Директор сегодня? Сегодня все равно. Сегодня. В день увольнения. Всего 3 тысяч? В день увольнения. У вас есть данные уже сейчас? Экономисты сейчас. Или дожки? Или дожки. Я буду. Двое утволь, еще отчеты за год годовым прошлом, еще Dahaнис. У него не директор, не директор. Директор. Да, я не директор. Казалов. Субтитры сделал DimaTorzok